Алло! Здравствуйте! Здравствуйте! Дежурный Горюнов. Кто? Дежурный Горюнов. Горюнов? Да. А чего же вы горюйтесь-то? Хороший вопрос. По существу давайте. По существу, вы знаете, только что наблюдал неопознанный летающий объект из синего цвета, выпускающий розовые лучи с надписью «Менты». Отлично. Где и когда, во сколько? Значит, Северный Горюнов, Северная Бутова, над вашим зданием... Сейчас я записываю, секундочку. Я записываю. Записывайте, да? Конкретно, да. Как где? Значит, два неопознанных объекта с высшепозначенными признаками над вашим зданием ОВД Северная Бутова примерно около 3-1,5 минуты назад. 1,5-2 минуты назад. Да. Все хорошо, спасибо. Нет, дело в том, что послушайте, насколько я понял, инопланетяне со мной связывались. У них есть какие-то нехорошие теоретические намерения в отношении нашей планеты. Какие меры нам принимать? Вам мер никаких, мер будем принимать мы. Вас как зовут? Меня представитель планеты Марса. Представитель планеты Марса. Хорошо. Гуманоид вы, короче, да, я понимаю так? Да, так точно. Отлично. Значит, товарищ гуманоид. Вот, я сейчас быстренько, я информацию вашу отработаю, в УФО позвоню, они примут меры, хорошо? А, Буб, можно телефон, я сам позвоню? В УФО. В УФО. Хорошо, УФО, можно телефон, сам УФО, я сам. Нет, я не могу вам такой телефончик дать, я сам перезвоню, потому что телефон секретный. Секретный? Да, конечно. Хорошо, я перезвоню, через несколько времени узнаю результат. Давайте. До свидания. Будьте, Гуманоид. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы не могли бы сказать нас другом того, что спор такой возник? Вот, может, посоветуете? Вот чем отличается профессия милиционера, профессия проститутки? Я понял ваш вопрос. Вы мне звонили недавно только по НЛО, про НЛО. Да, да. Звонили? Да, да. Вот, позвоните, пожалуйста, я вам специально телефончик в УФО нашел, чтобы на меня... Сейчас, секундочку. Давайте. 6, 2, 5, 6, 2, 5, 3, 1. Сейчас, секундочку, у меня ручка не кипит, сейчас, секунду. Как назвалось? Сейчас, секундочку, сейчас, сейчас я запишу. Так, 6, 2, 5. 3, 1. 3, 1. 0, 1. 0, 1, да? Да. Это вот именно УФО. Да, да, да. Все, спасибо большое. А по моему вопросу не подскажешь, так в чем отличие? Что? Вот, я вопрос, по моему вопросу, в чем отличие-то? Отличие что? Милиция от проститутки? Да, да, да. Ну, очень простое, запомните раз навсегда. Да. В чем отличие милиции от проститутки? Милиционеры трахают, но за это деньги не платят. А проститутку трахают и платят деньги. Ух ты как. Ну, спасибо тогда. Да нет, точно. До свидания. Фактическая. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, вот такое дело. Дело в том, что я наблюдаю неопознолетающие объекты, вот, над домом. Ага. Вот. Дело в том, что они какие-то лучи излучают. Вот, вы не можете что-то с ними сделать? С этим разобраться? Да. А когда это все произошло-то? Да вот они сейчас вот летают, я их увижу, две тарелки вот здесь, вот они, какие-то лучи вот в мозг. Они на вас именно действуют? Да, они в мозг меня направляют, в лучи. А раньше такое было, нет? Нет, вы знаете, они не появлялись. А вы дома с кем находитесь? Один. Один, да. А вы стоите на учете у психиатра или нет? А что такое психиатр? Ну, я сонсель. Нет, я таких не знаю, не стою. Нет, да, а вы пили, может, это сейчас в последнее время выпивали? Ну, воду только и все. А спиртное пили? Нет. Ну, когда, два дня назад, или три, четыре? Да нет, я вообще не употребляю спиртные напитки. Вообще, о чем вы занимаетесь-то? Да вот я смотрю на них, вы знаете, они летают. Вот я смотрю на них. Нет, но вы работаете, учаетесь? Да, работаю, работаю. А где? В милиции, УВД Северная Бутова. А? УВД Северная Бутова, дежурный Вальнов, моя фамилия. Ага. Ну, а что, вы сейчас в отпуске, нет? Да, сейчас в отпуске, недельный. Ну, наверное, выпили за эту неделю-то, выпивали? Да нет, я не пью, еще раз говорю. Ну, а с кем же проживаете? Я с женой. А жена где сейчас? Сейчас на работе, на сутках. Ну, а кто-то придет к вам домой? Не, объясните, а что с тарелками-то делать? Они так, они же летают. Ну, с тарелками, вы понимаете, мы от самого больного, ну, кто вы там, не больной, принять вызов не можем? Или собирать с выделения милиции, или пусть ждите вашу жену, может, нас с работы приедет, нас вызовет. Я позвонил коллегам, они там дали ваш телефон, вот, в ДОЕСНОВ. Ага, нет, ну пусть жена-то не можете, чтобы вернулась? Так жена тарелки же не уберет эти, понимаете? Ну, я знаю, но мы приедем, чтобы только жена была дома. Когда придет, то это самое, пусть она позвонит. А тарелки-то в мозг не сигналы пускают, понимаете? Ну, я и поняла, говорю, ну, вы хотите, чтобы мы приехали. Да, хочу, чтобы тарелки были. Но мы не можем без жены приехать. Понимаете? Жену вы вызовете с работы, пусть вернется, и нам позвонит. Ну, она жена-то что сделает? Наши тарелки не уберет? Она нас вызовет, и мы тогда приедем. А почему я вас вызываю, а не жена? Ну, у нас такие правила, понимаете? Это скорая помощь, я думаю, никак не может ничего с этим сделать. Нет, да, не можем, да. Хорошо? Хорошо? Или кто-то у вас близкие, родственники, может, поближе все, кто там, мама, отец, кто там есть. Ну, хорошо, сейчас жене позвоню. Ага, давайте. Вот, Угрунов. Здравствуйте еще раз. Здравствуйте. Да я упологам позвонил, вы знаете, они сказали, что данный тип тарелок они не знают, они не могут помочь. Им нужны какие-то образцы для спецанализа, но я их предоставить не могу никак сейчас вот. Ну, что вы от меня хотите? Ну, все-таки как-то на тарелки надо эти убрать, вы знаете, они все-таки летают, они лучи в мозг отпускают, и все. Ну, это вот только они смогут сделать. А вы не могли бы самим позвонить? Я бы сейчас, допустим, вы бы им позвонили, а я бы перезвонил, моя фамилия. Я с ними уже разговаривал, они готовы. Вы попросите, пожалуйста, главного специалиста, чтобы с вами побеседовал. Вы, наверное, просто не говорите фамилию, поэтому информацию они такие не принимают. Нет, я сказал фамилию, сказал адрес, они сказали. Ну, давайте мне еще раз. Давайте мне еще раз адрес, фамилию я им передам. Миллер. Так, Миллер. 2L, Миллер. Так. Улица Добровлёва, 25А, этаж 4, квартира 67. Улица Добровлёва. 25А. 25А. Квартира 67. Квартира 67. Телефончик есть у вас? Да. Какой? 238. Так. 6104. Как вас зовут? Меня? Володя. Миллер Владимир Алексеевич. Владимир Алексеевич. Да. Алексеевич. Хорошо, я сейчас позвоню. Хорошо, спасибо. Скорая помощь психиатрическая. Здравствуйте. Здравствуйте. Я вот сейчас с дежурным разговаривал с драчом, где северное будет. Он сказал вам позвонить. А вы там кем работаете, молодой человек? Я? Да. Старший лейтенант, группономочный. Ага. А какой день они милиции? Северное Бутово. УВД Северное Бутово. Ага. Но они сейчас летают, да? Да, до сих пор еще. Они лучи пускают. На что? Только на вас, но вы окна закройте. Не обязательно, что там... Нет, там у них какие-то специальные лучи. Я окна закрыл, они сквозь окна проходят. Ну, а как это на вас отражается? Ну, я просто вот вижу их, допустим, сейчас вот инопланетянин пытается в контакт войти со мной. А? Инопланетянин пытается войти со мной в контакт. Они хотят на Марс меня забрать. Ну, вы не соглашайтесь, скажите, не поедете и все. Ну, они вот врываются вроде, хотят тут забрать суком. Да? Да у вас двери закрыты, никто вас не заберет, даже не волнуйтесь. Ну, как же, если они через окна вот лучи пускают? В двери они тоже не заберут? Нет, нет, я вам говорю, не заберут, не заберут. Не волнуйтесь. Не заберут. Уже нет, позвонили? Да, позвонил все. Ну, если жена не приедет, то пусть ваши сотрудники к вам на квартиру подъедут и нас вызовут. А, ну, хорошо, не, нам просто позвонили. Вот так, так, да ладно? Дежурному я отдал адрес, он сказал вам позвонить. Ну, ладно, хорошо, хорошо, ага. Хорошо, спасибо. Милиция Сергея Накошина. Здравствуйте. Здравствуйте. А вы не звонили вот по номеру психиатрическую, еще нет? Что, куда, куда? Ну, что-то инопланетян. Нет, еще пока нет, у нас времени сейчас нет, сейчас через пять минут позвоним. А как же быть, они же лучами пытаются понять ватву. Я же говорю, сейчас позвоним. Так они в мозг проникают уже сейчас. Я еще раз говорю, позвоним сейчас. А, то есть приедете все-таки вы? Да, обязательно. Ну, я жду, а эти быстренькие, в мозг уже есть. Да, в принципе. Здравствуйте. Здравствуйте. А вот вы знаете, мы постоянно спрашивали, на какую планету я хотел бы полететь. Какую бы выбрали, Марс, Юпитер, может, Венера? Не поняла, что вы хотите? Вот инопланетяне спрашивают, на какую планету я бы хотел полететь. Вы бы какую выбрали? А как предлагают? Юпитер, Марс, Венера. Ну, давайте на Марс, что ли. На Марс лучше, да? Да. Ну, вы не соглашайтесь пока, скажите, жена приедет, и я тогда это самое. Я скажу, может быть, с ним их по-хорошему говорите, но жена, скажи, придет, и я с ней еще обговорю. А, то есть все-таки с ней обсудить стоит, да? Да, да, да. Ну, хорошо, спасибо. 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 Спасибо.